Друзья, всем огромный привет! Очень по вам соскучилась. Решила записать влог. Вышла погулять со Стасом. Основная идея сегодняшнего влога это походить с вами погулять со Стасом, как в старые добрые времена. Может быть, помните, когда мы переезжали из Ельца? У меня была серия, большая-большая серия влогов, где мы с вами просто ходили и болтали. Вот сегодня хочется поболтать. И хочется, наверное, поделиться настроением своим. Оно у меня приблизительно такое же, как было и тогда. Настроение перемен, настроение радости, настроение счастья и предвкушение чего-то большего. Если в прошлый раз оно было связано с конкретно переездом, то сейчас это просто предвкушение чего-то необычного, чего-то большого, глобального. И в целом, конечно, думаю про переезд. И сейчас думаю об этом уже не просто где-то там на уровне фантазии, а уже появилось такое четкое намерение. Но я пока не знаю, как это будет осуществляться и когда это будет осуществляться. Тем не менее, настроение у меня, повторюсь, то же самое, что было тогда. Очень надеюсь, что это настроение вам передастся. Ну, во всяком случае, надеюсь, что вы вспомните те классные елецкие влоги с собакой. Вот, кстати, собака. Собака. Стасон оброс безобразно. Просто надо его сегодня будет подстричь. Так вот, хотела вам рассказать, наверное, немножко последних новостей. Хотя новостей на самом деле не так уж и много. Я, по-моему, говорила вам уже, что получила один психологический диплом. Сейчас у меня на очереди второй. И у меня есть мысли по поводу еще. Какие-то люди ходят. Есть мысли по поводу еще одного курса интересного. Короче, я еще подумаю. Может быть, что-то из этого выгорит. Посадочки знакомые всем. Как-то сегодня здесь одиноко. Никого нет вообще. Жара такая жуткая, конечно. Так вот, учусь по большей части. Сейчас как раз у меня уже защита. Последние-последние-последние этапы завершающие обучение. И сейчас, конечно, все силы по большей части направлены именно на обучение. В Инстаграм появляюсь. В Инстаграм говорят, интересно. Но на съемку влогов, там, видео разных у меня сейчас совершенно нет времени. И мне хочется сконцентрироваться именно на том, чтобы завершить это обучение. Это для меня очень важный этап. И я очень трепетно ко всему этому отношусь. Вот, работаю, учусь. Развлекаюсь иногда. Это дядечка, что ли, там? А, нет, это дерево. Развлечения мои не настолько яркие, как хотелось бы, потому что сейчас особо никуда не походишь. Жара невозможная просто. Но закончится июль, и у меня будет целый месяц отпуска. В августе я отдыхаю, и, скорее всего, поедем на море. Ну, во всяком случае, квартиры уже забронированы. Если не случится никакого форс-мажора, то сначала по плану Крым, потом мы приезжаем, где-то недельку, может быть, здесь побудем еще. Надо Вероничке будет купить все к школе, там у нее вообще все мало, все мало, у нее ни одной водолазочки не осталось, которая ей как раз. Купить школьную форму, купить всякие тетрадки, книжки и так далее, возможно, новый рюкзак, но это не точно. Короче, собрать ее к школе нужно будет и потом по плану Сочи. По поводу контента для блога, сейчас в Инстаграм я вижу по вашей обратной связи, что вам очень заходит тема любви к себе, самопознания и того, как все-таки подружиться с собой. Так что я думаю, что в основном будем с вами разговаривать именно на эти интересные темы. А я тут еще на Ютьюбе подсела на шоу, которое называется «Одавайте с понедельника». Там каждую неделю выходят выпуски про девушек, которые внедряют в себе классные, хорошие привычки. Очень интересная тема. На самом деле, я сейчас Ютьюб крайне мало смотрю, но это шоу прям очень хочу вам порекомендовать. Ссылочку оставлю внизу под роликом. А вообще, это шоу выходит на канале бренда Синергетик, и у них там очень много полезных роликов как раз для всех, кто любит домашнее хозяйство, вот эту вот уборку, там полезности всякие, все, что вы, короче, любили на моем канале все эти много-много-много лет, можно найти там. И там, правда, действительно очень интересно. Там есть интервью со специалистами, там есть обзоры книг, там есть лайфхаки. Просто зайдите обязательно, посмотрите, прям от души. Ну, это чтобы совсем не оставлять вас без полезного контента. Там, кстати, на их канале есть разбор марафона 465, может быть, знаете о таком, марафон расхламления, то есть когда вы в один день выбрасываете одну вещь, во второй день две вещи, в третий день три вещи, вот там очень интересно обо всем этом рассказано. Короче, я уверена, что вам понравится. Вот, я сама с удовольствием смотрю. И вообще основная идея, которая мне сейчас очень нравится на этом канале, это идея осознанности, экологичного образа жизни, рационального потребления, в общем, то, что сейчас очень-очень актуально, как мне кажется. Я думаю, не только мне. Так вот, купили мы уже одежду на море, летнюю, в конце июля, да, но летнюю, шуртики, там, маечки, всякие купальники купили. Вот. Я еще средства для загара купила, или от загара, не знаю, как это правильно, в общем, какой-то СПФ. Короче, я предвкушаю море, хотя вот не так давно, собственно, была, когда мы в мае ездили, да. Несмотря на это, прям, я очень соскучилась по морю. Я очень надеюсь, что удастся найти какие-нибудь места, где будет не очень много людей. Ну, во всяком случае, как бы, в теории такие места существуют, и в теории, как бы, приблизительно мы понимаем, где они. Хочу такой, знаете, отдых, чтобы вот с утра приехать на пляж, вытянуть ножки, и вот слушать волны, может быть, пару раз окунуться в водичку, но это не точно, и просто релаксировать, просто смотреть, блин, на это море, я так скучаю, я даже не понимаю, почему я так скучаю. Кто-то там, знаете, любит горы, я люблю море. Причем, интересный факт, я особо не купаюсь, не загораю никогда, но меня море очень вдохновляет. Ну, и потом, после отпуска, 1 сентября, школа, снова, жизнь завертится. И тогда уже после приезда можно будет как-то подробнее обдумать план переезда. Есть у меня, честно говоря, такой страх, что вдруг что-то не получится, и, честно говоря, и плана конкретного нет. Просто какие-то наметки теоретические, и мне страшно, что я сейчас скажу об этом в блоге, и вдруг это все затянется, вдруг пойдет не так, как я хочу, и ничего не получится. Но, не знаю, вот сегодня у меня такие эмоции, мне очень хочется с вами поделиться. Не знаю, такая какая-то тихая-тихая, спокойная радость. Вот прям предвкушение чего-то очень-очень классного. Может быть, так влияет на меня жара. Я сейчас пойду, поеду, поеду к Ире к своей на брови. Мы уже сделали первый сеанс, и сегодня будет коррекция. Хочу немножко потемнее. Совсем-совсем чуть-чуть. Еще мне дома нужно будет несколько роликов снять, и снова погружусь в обучение. Честно говоря, я уже из последних сил, то есть мне уже тяжело. То есть если до этого это было в радости, как-то с вдохновением, то сейчас я понимаю, что осталось меньше месяца, а сделать еще нужно очень-очень много, и я иногда даже бывает оттягиваю этот момент, то есть думаю, сейчас я чайку попью, потом сяду, потом чай попила, думаю, сейчас я немножко почитаю что-нибудь, потом сяду, и, короче, начинаю прокрастинировать, сама это замечаю, сама начинаю себя успокаивать, как-то подбадривать, поддерживать, и в общем и целом работа идет, но не так резво, как хотелось бы. Но я понимаю, что нужно все это завершить. Конечно, объем того, что нужно сделать за последний месяц, он немножко-немножко меня пугает, но я думаю, что все будет хорошо, у нас все будет практика там, но не зря же я потратила столько времени, сил, чтобы осуществить свою мечту, мне кажется, это того стоит. Вот, еще подстригу Стаса, вот он совсем такой, как бомжик маленький. На самом деле, вчера только домой приехали, из Москвы, и прям очень тут много дел, сад зарос, я еще сегодня полдня отмывала кухню, не знаю, без меня никого там не было, но она почему-то заросла грязью, я не понимаю, кто, кто там ей пользовался, чтобы она в таком состоянии была, и, короче, я сегодня все утро терла, вот, и решила выйти сейчас перед бровками, чтобы с вами немножко поговорить. Очень скучаю по вам, но вы знаете, где меня искать, ссылочку на мой инстаграм оставлю внизу под роликом, там можем с вами пообщаться, и я думаю, что, возможно, возьму камеру с собой на море, хотя я не уверена, я когда в мае ездила, так круто отдохнула без камеры, то есть это был прям совершенно иной вид отдыха, чем когда ты смотришь на отдых через вот объектив, но, возможно, возьму камеру, посмотрим, короче, мы едем на машине, поэтому камеры лишней не будет, а может быть, морюшка вам поснимаю. Друзья мои, огромное спасибо вам за просмотр, очень надеюсь, что вам передалось настроение вот этой тихой, гармоничной радости, если это так, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, скоро увидимся, обещаю, я сейчас закончу все учебные дела, и обязательно к вам вернусь. Я уже сняла весь влог и поняла, что я не сильно раскрыла тему с переездом, почему вообще хочется переехать, потому что, на самом деле, спустя уже 4 года, ну, вот эта деревня уже немножко душновато стала и для меня, и для Вероники, и хочется, конечно, более адекватную школу, хочется, чтобы была какая-то движуха, в том числе для Вероники, мы вот сейчас гостим в Москве периодически, и там она уже нашла подругу, вообще у нее с этим проблем нет, в отличие от меня, она может найти подругу где угодно, и вот там она уже обзавелась связями, и мы сейчас приехали, она такая, мама, я скучаю по моим подружкам там, давай, давай, скорее туда-обратно, там в пешей доступности кружки и всякие развлечения для ребенка, то есть, по большей части сейчас думаю про Веронику, но понимаю, что для меня это тоже, наверное, будет шагом вперед, кроме того, я уверена, что вам тема переезда понравится, и вы с удовольствием с нами вместе еще разок переедете.